Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу поболтать с вами о моем опыте в вождении автомобиля, о том, как я получала права, ну и все, что с этим связано. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. На самом деле, у меня уже очень давно запрашивали такое видео, снять такую болталку на эту тему, но я почему-то не снимала. И сегодня, когда ко мне снова поступило несколько таких комментариев с просьбой о том, чтобы снять видео на эту тему, я подумала, а почему же я его не снимаю до сих пор? Почему я все время откладываю это как-то на потом? На самом деле, все просто, потому что мой опыт вождения составляет всего лишь два с половиной года. То есть, я за рулем всего два с половиной года, и я не могу сказать, что это какой-то очень большой опыт, и я там, не знаю, супер какой-то шумахер, ни в коем случае нет. Я бы даже себя бы отнесла к таким, знаете, как мужчины любят говорить, блондинка за рулем. Вот примерно в ту степь меня можно, наверное, определить, потому что я не скажу, что я супер какой-то водитель, ни в коем случае нет. Но все же хочу с вами поделиться своим опытом и тем, как я переборола свой страх перед машиной, перед тем, чтобы вообще ездить за рулем именно. Ну и для начала немножко расскажу вам такую небольшую предысторию, чтобы вы понимали, почему мой страх переборолся достаточно быстро, наверное. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Я вообще из тех девушек, которым вождение автомобиля, и вообще автомобиль для меня не является вообще ничем, ни какими-то понтами, я не знаю, там, и чем-то таким. Я никогда не хотела иметь машину, я никогда не хотела сама ездить за рулем. Меня все, в принципе, устраивало, потому что, когда я работала, муж меня довозил до работы, потому что ему было по пути. Иногда забирал с работы, иногда ездил общественным транспортом. В субботу, в воскресенье тоже все время с мужем на машине. И, в принципе, все было хорошо, все меня устраивало. Потом родился ребенок. С ребенком, естественно, я ходила только в какие-то места шаговой доступности, в те же магазины шаговой доступности. И потом, три года тому назад, мы переехали в загородный дом. И вот здесь, конечно же, я поняла, что мне необходимо иметь машину, потому что любые какие-то передвижения в город, они занимают достаточно много времени, нежели если ехать просто на машине. И плюс мой муж постоянно на работе, то есть он поздно приходит. И ждать его в субботу-воскресенье, вместо того, чтобы, я не знаю, пойти куда-то погулять, как-то отдохнуть всей семьей, ехать в магазин, ехать еще куда-то, это, конечно, меня не особо устраивало. И поэтому я решила, что я хочу ездить за рулем, я хочу иметь свою машину и делать все свои дела более, скажем так, быстрее и мобильнее. И я собралась и пошла учиться на права. Мой муж, конечно же, был против, наверное, как и многие мужчины, тем более, что на сегодняшний день стаж моего мужа составляет 17 лет. То есть, да, 17 лет. И то есть вы понимаете, да, а мой стаж составляет 2,5 года. То есть вы понимаете всю, не знаю, всю соль этой истории. Вот. И я выбрала, точнее, муж мне выбрал автошколу по, не знаю, чтобы она была более-менее нормальная и более-менее адекватная цена. На тот момент там была скидка. И мое обучение стоило где-то порядка 26 тысяч, что я считаю не так уж и дешево. Но это было со скидкой. То есть в других автошколах было еще дороже. Плюс всякие там какие-то квитанции надо было оплачивать. Плюс медкомиссия, которую можно, конечно, и так было пройти. Можно там платно, чтобы в один день все это сделать. Я, конечно, проходила платно, потому что тогда, когда я пошла сдавать на права, я еще кормила грудью младшего своего ребеночка. И мне нужно было, чтобы все у меня было быстренько, быстренько, быстренько. Отучилась я как раз-таки, ей вступили тогда новые правила, полгода я училась. То есть вначале была теория, потом практика, ну и потом, естественно, сами экзамены. Экзамены у меня были несколько этапов. Это экзамены вначале в автошколе, а потом уже непосредственно в ГАИ. Ну и сразу же отвечу на вопрос, была ли у меня финансовая поддержка в плане экзаменов в ГАИ. Я отвечу, что да. В автошколе, в самой автошколе такого нет. То есть там сдаешь, просто сдаешь, да, вот как есть, что называется. А в ГАИ, да. Но теорию я сдавала сама и у нас в Санкт-Петербурге, но по крайней мере, как мне рассказал мой инструктор, нету такого, что можно было бы сдать теорию с финансовой поддержкой. Только практику, то есть площадку и город. Можно только площадку, можно только город. Я и то, и то. Хотя мой инструктор предлагал мне попробовать сдать самой, потому что, как он говорил, что я очень даже послушный и хороший ученик. Конечно, не знаю, льстил он мне или нет. И, кстати говоря, мой инструктор была девушка. И что самое интересное, девушка, которая меня учила, она была такая прям яркая блондинка с ярко-красными длинными нарощенными ногтями, с нарощенными ресницами. И я тоже такая, в общем, на самом деле, очень многие, да, заглядывали в машину. Многие мужчины, когда мы с ней ехали, и просто, я думаю, они были в шоке, что сидит одна блондинка, вторая брюнетка. Кто кого учит, непонятно. И чему вообще может научить. Но на самом деле инструктора девушка мне попалась очень хорошая. Она очень много чего мне объясняла, даже выходящие за рамки, скажем так, программы. Вот, например, мы с ней ездили к какому-то магазину, и она меня учила, как на парковке, в общем, как парковаться. И также я хочу сказать, что я училась на коробке автомат. Механику я не рассматривала вообще никак. Ну, по двум причинам. Во-первых, муж мне сразу сказал, что зачем тебе мучиться на этой механике, потому что машина, которую мы будем приобретать, она все равно будет на автомате. И он сказал, что вообще ни к чему эти мучения с этой механикой, потому что сам он учился на механике, долгое время ездил на механике. И когда пересел на автомат, он сказал, я на механику больше не пересяду никогда, но только в случае, если, знаете, какие-то там спортивные машины, машины, которые по горам где-то там, ну, я не знаю, как они называются, там байки там всякие и так далее. Только если вот эту машину обычную, которая ездит на работу, ездит по делам, механика нет. Это раз. А во-вторых, я уже как-то рассказывала, что у меня была травмированная нога. Я с травмой ноги рожала своего второго ребенка. Естественно, это сказалось на состоянии моей ноги. И, ну, скажем так, нажимать педали левой ногой я просто физически не могла. Я на тот момент, кстати, очень сильно хромала. И поэтому механику я не рассматривала вообще никак. А мне, что называется, вот прям вот захотелось, прям срочно мне нужно было идти и сдавать на права, чтобы они прямо вот сегодня пришла, завтра у меня уже были права. В общем, с обучением, я думаю, все понятно. В принципе, обучение, оно стандартное у всех. Но я могу сказать, что обучение, это все, конечно, хорошо. Но когда вы выезжаете в город сами, самостоятельно, это, конечно, все немножко по-другому. И складывается такое впечатление, что никто не ездит по правилам. Потому что когда ты видишь, что все едут так, и ты вспоминаешь правила и понимаешь, что надо-то ехать по-другому, да, но начинается такое некое смятение, и к страху еще и прибавляется ощущение полного незнания вообще, что происходит вокруг тебя. Это, конечно, достаточно сложно, но к этому потом всему привыкаешь, и все потом становится замечательно. Ну и теперь давайте перейдем к страху, страху вождения. Был ли он у меня? Конечно, был. Я помню, когда вообще впервые села за руль к инструктору, меня вообще вот так вот трясло, и я вообще думала, что, я не знаю, я сейчас прямо умру от страха у нее же в машине. Но как-то вот она меня подбадривала, девушка, и как-то вот все так замечательно хорошо пошло. Училась я, у меня был Ford Focus, по-моему, или какая-то такая машина, да. Вот, а пересела я, то есть моя первая машина, это Toyota RAV4, и, соответственно, вы понимаете разницу, да, когда я пересела уже в свою машину села, я поняла, что я, вот по ощущениям было, как будто бы я села, не знаю, в какой-то грузовик по сравнению с той машиной. И вот это ощущение машины, ощущение габаритов, оно, конечно, вообще для меня было просто, я не знала, где у меня машина начинается, где она у меня заканчивается, и где у меня руль прямо, где у меня вправо, где у меня влево, я вообще этого ничего не понимала, и было, конечно, поначалу достаточно сложно. Но я была, знаете, такой, ну, я вообще такой человек достаточно упертый, если мне что-то взбрело в голову, я обязательно это сделаю, а мне взбрело в голову, что я буду ездить на машине. И мы живем в поселке, и я стала на машине на своей ездить просто по поселку, отрабатывать повороты влево, вправо. Поначалу я ездила с мужем, потом без мужа. Я не знаю, мне нужно было там отвезти детей в садик, это буквально, не знаю, 15 минут пешком, и 2 минуты на машине, да, я ехала на машине. Я везде, даже если мне нужно было чуть-чуть пройтись, я все равно садилась на машину, все равно ехала, ездила, ездила, ездила. Первый раз в город, а город, как вы понимаете, мне нужно проехать через шоссе, на котором скорость 90 км в час, но прибавьте 20 разрешенные, да, то есть 100, 110, но на самом деле у нас здесь мало кто летает так, в основном все едут 90-100, вот примерно такая скорость по шоссе. И дальше, конечно же, город. И было очень страшно, на самом деле, первый раз выезжать за рулем, и первый раз со мной поехал муж. Но вы знаете, я могу сказать, что я могу по пальцам сосчитать те разы, когда я сидела за рулем, а мой муж сидел на пассажирском кресле. Потому что я для себя поняла только одно, что он, несмотря на то, что он практически всю дорогу молчал, но по его лицу было видно, что, мне кажется, он, я не знаю, раз в 50 попрощался с жизнью, настолько он, я не знаю, был бледный, и все, что он мне говорил, было вот просто вот, ну не знаю, было видно, что ему хотелось там как-то заорать или еще что-то, поэтому я для себя поняла, чтобы не тратить нервы себе и своему мужу, я буду ездить одна. И, в принципе, лично для меня так было легче и так было проще, потому что, вы знаете, когда вот вы ездите, например, с инструктором, он сидит у вас рядышком, у него там есть педаль тормоза, и вы у себя где-то в голове, на подсознании понимаете, что если что, она поможет, да, ну или он, инструктор. А здесь я осталась один на один с дорогой и с другими участниками движения, и это, конечно, был прям такой стресс для меня. Я не знаю, я на самом деле очень сильно как-то боялась, терялась в каких-то моментах, и было первое время очень сложно. Как побороть страх? Я могу сказать лично на своем опыте, что просто нужно ездить, нужно посмотреть ему прямо в глаза и ездить, 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 ездить постоянно. Я не знаю, вот нужно в соседний дом за хлебушком, сели на машине и поехали. Постоянно ездить. Только так постепенно приходит какая-то уверенность, приходит опыт вождения, потому что, ну, как придет уверенность, как уйдет страх, если нет опыта совсем. Если машина будет стоять во дворе, а вы сидите дома, то страх никуда не уйдет. Он так и останется, вы просто будете обходить его стороной. Поэтому я считаю, что, конечно же, если вы получаете права, то нужно сразу же, вот вы получили права, и сразу же садиться и ехать. И многие, я знаю, берут потом уроки у инструкторов и ездят уже на своей машине. И я считаю, что это, конечно же, нужно, если вам некому помочь больше, там, мужу, например, если он психует, как у меня, например. Но я не стала брать, потому что все-таки, несмотря на то, что он все-таки тоже психовал, но все-таки он мне что-то объяснял, что-то показывал, и как-то вот постепенно, по чуть-чуть я научилась, и дополнительные уроки я не брала. Что я вообще могу сказать по поводу вождения? Ну, как я уже сказала, я себя отношу к блондинкам на дороге, потому что прошло два с половиной года, и я реально до сих пор не умею парковаться. Точнее, я паркуюсь, и вроде бы все хорошо, но я, можно назвать, наверное, такой осторожный водитель, да? Я, наверное, и посоветую так вот начинающим быть осторожным водителем. Вот если вы видите, например, что вы не можете здесь припарковаться, ну, не надо суваться, да, не надо убивать чужую свою машину, тратить какие-то нервы, я не знаю, видеть, как на вас стоят и смотрят, какой там тырк-пырк-мырк, да? Просто отъедьте чуть подальше, поставьте машину, где вам более комфортно, и пройдите немножко пешком, это тоже полезно. И, в принципе, я по такому же принципу паркуюсь до сих пор. То есть в каких-то сложных ситуациях я не припаркуюсь. Это действительно так, и я даже, более того, я даже не буду пробовать. Я просто проеду дальше, и все. И мне все равно на самом деле. Я вот для тех, кто боится, да, я бы посоветовала, ну, во-первых, как я уже сказала, это постоянная практика, то есть постоянно ездить как можно чаще, как можно больше, постоянно выезжать, постоянно, постоянно, вот чтобы, как говорится, накатывать этот опыт, обязательно это нужно делать. Ну, и еще могу дать такой совет, это быть обязательно очень внимательным и очень аккуратным. Понятное дело, что на дороге есть не только вы, но еще другие участники движения, и вы можете быть аккуратным, а кто-то может быть неаккуратным. Но если вы следите за происходящим на дороге, если вы не отвлекаетесь ни на что, если вы заняты только вот тем, что вы едете и что происходит вокруг вас, хотя бы поначалу делать именно так, не отвлекаться, следить, я не знаю, предусматривать какие-то ситуации, заранее смотреть на пешеходные переходы, заранее вообще анализировать обстановку, да, если вы видите, что там, я не знаю, вообще вот нужно там пропихиваться между машинами, чтобы проехать, ну не езжайте вот туда, поставьте немножечко подальше машину и пройдитесь пешком. Выезжайте заранее, не торопитесь никогда никуда, не нужно этого делать, это вообще в принципе в жизни, я считаю, не нужно делать, все нужно делать, не знаю, размеренно и с умом, и вождение, конечно, то же самое, далеко оно не уходит. И, кстати, еще хочу сказать, что лично у меня было такое, что если я достаточно долго не ездила за рулем, например, неделю, полторы или две, то я садилась за руль, вот прямо и боялась ехать. Я ехала очень медленно куда-либо, очень осторожно, и прямо меня вот так вот немножечко даже потрясывало, но все равно я ехала, и я сама себе говорила, что, блин, я столько времени отучилась, я в конце концов мама двоих мужиков, я не имею права бояться, я просто не имею права на это, правильно? И это мне на самом деле очень сильно помогало, это очень сильно меня вдохновляло, и я ехала. Также хочу сказать здесь такой момент, что и нам о нем говорили в автошколе, что примерно где-то через год, если вы постоянно ездите, приходит такая излишняя самоуверенность, и это действительно правда. Действительно, где-то примерно через год я начала за собой замечать, что я еду примерно так, то есть вальяжно, как-то, знаете, где-то даже превышала скорость, где-то даже нарушала правила, и я начинала понимать, что я стала лихачить, я стала сама кого-то подрезать, я стала где-то там, знаете, такать, ау, я крутая такая, да, и я поняла для себя, что это ни к чему хорошему не придет, не приведет, и как я с этим справилась, а просто элементарно, я открыла на ютубе видео с авариями, с реальными авариями, и пересмотрела их, штук это к 10, если они больше, и на следующий день выехала уже не с такой сильной самоуверенностью, самоуверенностью, как я ездила до этого, и даже сейчас периодически, если я начинаю за собой замечать, что я начинаю превышать скорость, что чаще всего со мной происходит, то я обязательно себя заставляю посмотреть какие-то видео с авариями, посмотреть, что вообще может произойти, да, из-за того, что я вдруг такая стала самоуверенная, самовлюбленная особа, и думать еще о том, что у меня дома ждут дети, и то, что я тут лихачу, езжу непонятно как, это, ну, за это мне никто спасибо, грубо говоря, не скажет, поэтому считаю это тоже очень важным моментом, которым нужно помнить, и себя нужно где-то останавливать в каких-то моментах. Также хочу рассказать, была ли я в авариях, попадала ли я в аварии, на самом деле в серьезной ДТП нет ни разу за это время, но один раз было с обращением в ГАИ, я не поделила дорогу с припаркованной машиной, точнее я разъезжалась, то есть была припаркована машина, я ехала в одну сторону, мне навстречу ехала другая машина, ну, я цепанула ту машину, которая была припаркована, свою машину поцарапала чуть-чуть, та, которая была припаркована, я и так неплохо расцарапала, еще были несколько, конечно, таких курьезных случаев, в которых пострадала моя машина, один из которых, это когда мне нужно было припарковаться на обочине машины, я, ну, чисто случайно, я не заметила газель, ну, вот не заметила я ее, вот она стоит там белая, знаете, такая, как хлебовозки раньше были, вот белого цвета, она стоит на обочине, вот что она там стоит, правильно, я же еду, ну, в общем, я ее зацепила, но получилось так, что, я не знаю, поцарапала я ту машину или нет, но у меня просто сложилось зеркало, у меня зеркала складываются, боковые, и одно зеркало у меня просто сложилось, и при этом не расцарапалось, расцарапалось, водитель этой газели находился в это время в своей машине, когда я к нему подошла, а он мне сказал, езжай, езжай с богом, только по сторонам смотри, ну, вот какой-то такой случай со мной был, вот, ну, еще несколько раз, когда вот только я начинала учиться, я еще не чувствовала габариты машины, и я проезжала прям по костам, боковины, то есть, у меня расцарапаны двери, ну, так, не очень, конечно, серьезно, но все же, ну, для моего мужа, конечно же, у меня вся машина убита в усмерть, и уже там, я не знаю, на металлолом только нужно сдавать, но на самом деле нет, ну, просто необходимо покрасить ее, ну, и вот тоже, когда училась ездить, я один раз не вписалась в собственный, собственный забор, ну, как-то вот я тоже его не заметила, вообще не на том месте забор построили, правильно, вот, ну, такие вот какие-то моменты мелкие, конечно, у меня были, ну, вы знаете, я, у меня такая позиция в плане езды за рулем, и моему мужу вообще не нравится моя позиция ни в каком разе, но на самом деле мне она помогает, ну, немножко справляться с каким-то страхом, потому что есть же страх не только вот самой машины, да, и вождения, а есть страх попасть в аварию, и вообще страх того, что что-то может произойти с вами, или с вашими пассажирами, да, по вашей вине или не по вашей, это уже другой вопрос, да, я, например, как вот к этому отношусь, я считаю, что машина – это груда металла, главное, чтобы люди, я и мои пассажиры были живы и здоровы, все остальное вообще не важно для меня, это я говорю вам честно, но при этом я, опять же повторюсь, я не лихачу, я очень аккуратно езжу, мне до сих пор иногда бибикуют, и я как бы, ну, отношусь к этому с юмором, и, кстати, хотела вам тоже рассказать по поводу того, что бибикают, да, я в начале видео еще тоже хотела сказать, что я живу в городе Санкт-Петербурге, и у нас движение, конечно, не такое, как в Москве, в Москве я была, ну, проездом, правда, была, я видела, что там вообще все плохо, но у нас тоже достаточно плотное движение практически всегда, даже если я езжу днем, то все равно машин достаточно много, поэтому здесь тоже такой некий страх вот есть, потому что когда много машин, то как-то начинаешь всего пугаться, не знаю, бояться, что ты что-то делаешь не так, и, не знаю, как-то что-то такое, да, также хочу сказать по поводу того, что он очень любит бибикать, кстати, вот этот значок, который, восклицательный знак, который нужно, по-моему, год, да, по-моему, год нужно, чтобы он у вас висел, он у меня провисел где-то, наверное, ну, чуть больше полугода, а потом он просто у меня, ну, когда мылась машина, он у меня просто отклеился, и я больше так не приклеила к себе, на самом деле, вот этот значок я советую вешать, и вообще по правилам, по-моему, его нужно вешать, это, по-моему, обязательно, я могу сказать, что когда висит вот этот значок, если я где-то там тупила, на перекрестке, на каком-то, например, то машины не бибикали даже мне, они просто меня объезжали и ехали себе дальше, на самом деле, мне кажется, это такие, ну, какая-то придуманная, наверное, история о том, что если вы повесите этот знак, то вас специально будут подрезать, вам там специально будут бибикать, мне кажется, наоборот, особенно если будут видеть, что там сеет женщина, так, мне кажется, вообще вас за километр будут объезжать, чтобы только вы там, не дай бог, не испугались и никуда-нибудь не крутанули руль в другую сторону, а вот когда у меня уже слетел этот значок, если я где-то тупила, вот тогда мне бибикали просто, то самое интересное, мне за все время, вот пока я ездила, мне ни разу не побибикала никакая женщина, мне все время бибикают только мужчины, потому что у нас мужчины, они, я не знаю, постоянно куда-то торопятся, постоянно вот это, вот знаете, там тырк-пырк-мырк, вот так вот, да, из ряда в ряд, вот они, женщины, вот насколько я вижу, по крайней мере, в нашем городе, они как-то более спокойно, она вот встала в свой ряд и стоит себе спокойно, никого не трогают, то же самое я, я встала в свой ряд и встаю себе, никого не трогаю, у меня нет вот этого там, а меня надо сюда, сюда, мне надо скорее куда-то бежать, ломиться, нет, играть. Но все равно бывают ситуации, когда мне бибикают, у меня бывают такие, кстати, очень часто, у меня бывают такие ситуации, когда я просыпаю, светофор, то есть я стою на светофоре, стою долго, смотрю на смотрю, смотрю, смотрю на него, когда же загорится мне желтый, чтобы я уже могла начинать трогаться, понимаю, что он, он меня уже начинает бесить на него смотреть, я по-другому просто не могу это сказать, я перестаю на него смотреть, и в это время загорается жёлтый, потом зелёный, и мне начинают бибикать. Поначалу у меня вообще очень часто такая история была, сейчас уже, кстати, намного меньше, но всё-таки такая история у меня есть. Что я вообще, кстати, делала поначалу, чтобы меня не нервировали те, кто мне бибикают. И вот если меня смотрят те мужчины в особенности, которые уже имеют опыт вождения, если вы видите девушку за рулём с восклицательным знаком на машине, не бибикайте ей. Вот на самом деле можно завести в панику человека, она либо педали перепутает, либо ещё что-нибудь, и вам же будет от этого хуже, поэтому не делайте так никогда. Но мне делали, то есть мне бибикали, и как я на это реагировала? На самом деле первое время, когда я ездила, я, во-первых, распускала волосы, я красила губы красной помадой, я включала музыку в машине не на полную громкость, но всё же достаточно громко, и ехала себе спокойно. И мне вообще трава не расти. Вот хочешь ты мне бибикать, бибикай, не нравится тебе, как я еду, обгони меня. Но при этом, кстати, я ездила по правилам, и то есть если там, например, скорость должна быть 60 км в час, я ехала 60 км в час, если скорость там должна была быть 90, я ехала 90. Ну и как бы, соответственно, да, никому не мешала, и ничего не нарушала, и всё было замечательно. Я никогда не лезла в левый ряд, я всегда, практически всегда ехала в правом ряду, но бывало и в правом ряду мне бибикали, что я типа якобы там слишком медленно плетусь. Но на самом деле поначалу, конечно, скорость боишься, и поначалу не так всё как бы быстро, да, не так быстро, скажем так, соображаешь, как уже опытные водители. Но вот такая история у меня была, и когда меня обгоняли, и видели, что я такая девочка, и как бы, бывало, даже махали мне просто ручкой, и как бы приезжали дальше, и даже никто не думал меня подрезать, и всё в этом духе. Поэтому, девочки, вам такой маленький лайфхак на то, как ездить за рулём, и чтобы вас никто не терроризировал, скажем так. Ну и по поводу парковки ещё, как я уже сказала, я до сих пор не умею нормально парковаться. Более того, я очень плохо паркуюсь, когда нужно заезжать задом. Я в основном паркуюсь, когда, ну, просто носом заезжаю, и потом задом выезжаю. Вроде бы как бы задом выезжать сложнее, но мне почему-то так проще. У меня в машине стоит только камера заднего вида, парктроника у меня нету. Вот тоже посоветую девочкам, кто начинает ездить, если у вас есть возможность поставить парктроник, обязательно, по-моему, так он называется, обязательно его себе поставьте, он, конечно, очень сильно помогает. И на самом деле, если бы у меня не было камеры заднего вида, я бы, наверное, убила бы уже свою машину и все машины, которые бы стояли на парковке. Вот, ну, вот я таким образом заезжаю, то есть носом везде и задом выезжаю, и я никогда не ставлю машину, знаете, как вот я иногда вижу на парковках стоит вот машина, и я иногда думаю, господи, вот водитель сам, он вообще как вылез из этой машины? Там, я не знаю, вот такое расстояние до одной, вот такое расстояние до другой машины. Вот как он сам из нее вылез? Мне иногда кажется, что он вышел из машины и просто ее потом руками затолкал. Вот в таких ситуациях я вообще не влезаю и не лезу. Если я вижу, что мне вообще негде поставить, я проеду чуть дальше, поставлю где-нибудь, не знаю, на обочине, где можно, да, где есть разрешающие знаки или где-нибудь во дворах, но я вот этот тырк-пырк, потому что мало того, что надо въехать, да, нужно же еще и потом выехать, потому что у меня уже была однажды такая ситуация, когда я заехала, и потом меня с двух сторон прижали, сзади меня тоже машина прижала, и я готова была разреветься, потому что я просто не знала, как мне выехать, но потом с горем пополам все-таки выехала. И на парковках, кстати, очень часто, вот хоть и мужчины говорят, что там вот, там женщина за рулем, на самом деле они сами очень часто помогают, я даже не прошу, я вообще никогда не прошу мне помочь, да, я такая типа герой, я все сама могу, вот, но очень часто мужчины помогают, то есть они видят, что я начинаю выезжать, выходят и начинают там что-то макать руками, что-то там говорить, там поближе, подальше и так далее. У меня очень часто это происходит на парковках, и мне иногда кажется, что мужчины вообще, в принципе, стоят на парковках и ждут, когда выйдет какая-нибудь девушка, чтобы ей помочь. Так что этого не бойтесь, просто будьте позитивными, не вступайте ни с кем, ни в какие перепалки, всегда улыбайтесь, и даже если вас кто-то подрезал, кто-то, я не знаю, там, как-то там вас, не знаю, прижал там куда-нибудь на машине, просто улыбнитесь этому человеку, зачастую это мужчина, улыбнитесь ему, и вы увидите, что уже и реакция будет совершенно другая, и не будет вот этого, знаете, такого прям, ааа, там, когда все такие злые на дорогах, ты там меня не пропустила, ты меня не пропустил. Не надо, зачем лишний негатив, когда можно все на лайте, не знаю, на позитиве, с хорошей музыкой, с хорошим настроением, куда-то ехать и получать от этого удовольствие. И сейчас я могу сказать, что я получаю удовольствие от того, когда я езжу, но больше всего я люблю ездить одна, без детей, без мужа, с мужем я вообще не езжу, то есть если мы куда-то едем, я сижу только на пассажирском сидении, потому что, ну, иначе мы разведемся, поэтому я этого не хочу. И я одна, я врубаю музыку, ну, обычно это какое-то радио или какая-то скачанная музыка, и она у меня орет на самом деле просто на всю Ивановскую, но мне очень нравится, я кайфую, я всегда откуда-то приезжаю с хорошим настроением домой, и даже если меня кто-то подрезал, даже если мне кто-то бибикнул, на мое настроение это никак не влияет, я никак от этого не пугаюсь, пугаюсь и наоборот как-то вот, не знаю, позитивно себя чувствую. И мой муж, кстати, имеет такой опыт, да, в вождении, он мне всегда говорил, Наташа, самое главное – это никуда не торопись, кому надо, объедут, и я вам советую то же самое. Обязательно, ничего не бойтесь, обязательно идите, получайте права, приобретайте себе машину, садитесь, едьте, потому что это действительно комфортно, это удобно, это даже повышает настроение, это, не знаю, мне очень нравится, это классно, супер, самое главное – ничего не бойтесь, думайте о том, что вы сильная, тем более мамочки, думайте о том, что вы имеете право бояться, потому что вы родили таких замечательных малышей, одного, двух, трех, неважно, и, блин, у вас просто нету шансов бояться, вы должны, ух, вот. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось, всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok